Здарова ребятки, меня зовут Павел и сегодня поговорим о залипательной выживалке Stranded Alien Dawn. В этом видео покажу что делать в первые дни игры и дам парочку советов по прохождению. Начнем пожалуй с меню и как вы можете видеть я установил русификатор, ссылка на него есть в описании и отдельное спасибо автору за его работу. Можно конечно играть и без него, в целом игра довольно дружелюбна в плане обучения, однако мне кажется что вам будет понятнее и удобнее воспринимать информацию с русским текстом. Так, в графе сценарий пока что мы ничего не можем выбрать, поэтому настраиваем сложность. Можно выбрать случайную, легкую, среднюю или тяжелую, в целом выбор сложности подразумевает начальное количество ресурсов, суровость климата в ходе игры и количество агрессивных монстров, которые будут нападать. На тяжелом уровне сложности играть довольно интересно, но стоит отметить что уже на 2-3 внутриигровой год эта сложность вам покажется натянутой. Все потому что к мидгейму у вас уже будет вполне комфортное жилище, которое спрячет от холода или жары, запасов провизии будет хватать и вашей единственной проблемой станет накрученное количество тараканов или скорпионов, которые будут атаковать с такой же регулярностью, как и на других сложностях. Просто их будет в разы больше. Таким образом, ваш геймплей сведется только к обороне, что может наскучить и сильно отвлекать от основных целей игры, если вы в ней еще не полностью разобрались конечно. Для гайды давайте выберем среднюю. Далее вкладка зерно. Это выбор карты, которая всегда разная и дает уникальный опыт выживания. Сидов бесконечное множество и конечно же есть набор тех, которые я могу вам посоветовать. Список скину в описании. Для первых прохождений я бы посоветовал Сид Inside Anger, потому что пространство для застройки огромное, что дает подспорь для экспериментов с жильем и если захотите установки круговой линии обороны, также на карте довольно много камня и достаточно хорошая растительность. Стоит отметить, что привязываться к конкретному Сиду карты не стоит, в большинстве случаев игра даст вам возможность крафта чего-либо альтернативным способом. Далее вкладка правила игры. И тут мы можем выбрать одно из двух или не выбирать вовсе. Выжившие будут либо изначально прокачены, либо изначально медленными, слабыми, глупыми и так далее. Тут смотрите сами, в целом если распределяете обязанности между персонажами так, чтобы каждый занимался своим делом, то навыки прокачиваются недолго. Но если вы хотите, чтобы изначально у вас была компашка супергероев, кстати все вновь прибывшие также будут с максимально прокаченным значением навыка, то выбирайте первый пункт. Для гайда я ничего в этой вкладке выбирать не буду, будем играть так, как изначально задумано. После настройки сложности нам предстоит выбрать до четырех персонажей для начала игры. Можете начать хоть с одним, но я хочу предложить свои варианты, с которыми я успешно проходил игру. Всегда старался выбирать парами, чтобы в ходе прохождения геймплей был насыщен социальным взаимодействием, и первой парой выбираю Катин и Кена. У Катины есть хороший навык лечения, который всегда проходит успешно, а Кен добывает из всех обломков больше ресурсов. Кроме того, на первых парах он будет отличной боевой единицей и охотником. Вторая пара уже на ваш выбор. Мне нравится брать Эмилин из-за ее заинтересованности в приготовлении пищи, и либо Квина, либо Ракха. Квин тратит на экспедиции меньше времени, и это полезно в мидгейме и в целом, однако Ракха крафтит и строит быстрее всех остальных. Сделаю, пожалуй, выбор в пользу Ракха, потому как нам понадобится быстро крафтить оружие и медикаменты, и конечно же возводить постройки. В меню, пожалуй, все, и давайте перенесемся на карту. Так, мы неудачно приземлились, сразу ставим игру на паузу, и первое, что нам нужно сделать, это войти во вкладку управления и расписание, чтобы распределить часы. Это все можно будет впоследствии корректировать, естественно, но в первое время нам будет вполне достаточно того, чтобы у нас все четверо примерно в одно и то же время спали и весь день работали. Давайте переключимся на вкладку действия. Пока что на первое время выставляем все вот так, чтобы более-менее персонажи занимались своими профильными вещами, но нужно немножечко откорректировать по приоритетам. Давайте покажу как. Лечение у всех устанавливаем на единичку. Это нужно для того, чтобы если одного из наших персонажей ранит, другой смог взять бинты и в первую очередь приоритетной задачей помочь своему товарищу. Далее по профилю у Раки выставляем постройку на единичку и ремесло на единичку. У Кена разборку на единичку и, пожалуй, выставим ему еще на троечку изучение. Что-то я погорячился, когда отключил. Катина. Катина вместе с Эмилин пока что первые пару дней будет работать в паре. Им нужно собирать урожай, высаживать и рубить. У Эмилин в первую очередь должна быть готовка. Все, на этом пока что все. Корректируем действия персонажей вручную, если что. Для того, чтобы быстрее достигать каких-то целей. Давайте продолжим. В первый день нам нужно построить укрытие. Поэтому мы выделяем вот здесь вот растительность в кусты и срубаем их. Давайте вместе с этими. И, как мы можем видеть, эти кустики дают нам палки. Вот эта трава дает нам сено. Она нам тоже понадобится. Давайте его срежем. И сразу отправим Эмилин на рубку. И Ракху пока что тоже на рубку. Кена мы сразу отправляем на разбор вот этой вот посадочной капсулы. Но прежде пускай экипирует единственный пистолет. Чтобы ресурсы не оставались там, где наши выжившие их нашли, давайте разместим небольшой склад. Для этого в вкладке Хранилища выберем склад. И вот так вот на три единички мы его построим. Здесь в фильтрах давайте уберем пищу. Оставим строительные материалы. Уберем одежду, оружие, медикаменты. И пока что можно оставить так. Здесь мы этот склад скопируем. И сейчас один из наших поселенцев его обязательно построит. Пускай это будет кен, чтобы собранные ресурсы сразу отнесли сюда. Отлично. У нас подключается котина. И, пожалуй, мы поставим ей задачу добыть некоторое количество камня, чтобы построить костер. Кен у нас находит разного рода ресурсы. Сразу несет их на склад. Отлично. Поселенцы переносят совершенно разное количество ресурсов. Все это зависит от того, насколько у них прокачана физподготовка. То есть, если физподготовка будет прокачана на 100 единиц, то они смогут переносить 100 единиц самого тяжелого ресурса. Если этот ресурс легкий, там сено или условно какая-то вот здесь вот у нас растет тыквенное растение, то они сразу по 400 единиц могут переносить. Но все это будет прокачиваться по мере игры. Пока что смотрим, как наши ребята все это складируют. Отлично. У нас осталось еще некоторое количество сена, которое они могут принести. Давайте пока что разметим первую крышу над головой. Для этого во вкладке «Лагерь» выберем «Укрытие». Выберем из палок. И разместим что-то вроде вот такого вот укрытия. И, естественно, сразу пускай рака строит, прокачивает свой навык. Новое оружие «Импульсная винтовка». Импульсная винтовка – это что-то вроде дробовика. Она стреляет на достаточно большую площадь и станет врага. У нас есть Кен, у нас есть Эмилин. Эмилин в будущем стоит прокачивать как боевую единицу. Все, в принципе, классно отыгрывает. Давайте, когда она перенесет ресурсы, сразу назначим ей эту винтовку. Что она на складах принесла. И оборудовать «Импульсная винтовка». Отлично. Так, рака строит укрытие. Превосходно. Пока он его строит, пускай все остальные переносят ресурсы для наших следующих постройок. А это у нас спальное место. Раз, два, три, четыре. Пока что только четыре. В будущем здесь, наверное, и пятая поместится. И лагерь, костер. Ну, пускай будет каменный. И поставим его примерно... Можно здесь. Ага. Превосходно. Далее нам нужно позаботиться немножко об освещении. Но для этого нам нужно добыть такой ресурс, как дерево. Сейчас пока что... Пока наши товарищи все ресурсы переносят. Давайте выберем ближайшие деревья. Угу. Ну, ближайшие, видимо, вот здесь. Нам их вполне хватит. Большие лиственные деревья срубить. И Эмилин сразу пошла рубить. Включаем перемотку. Так, Эмилин и Екатина у нас скоро принесут на склад наше первое дерево. По мере того, что мы собрали такой ресурс, как дерево, у нас открылись некоторые вещи, которые мы можем построить. И в первую очередь мы построим большой деревянный стол, чтобы выжившие смогли принимать пищу, сидя. И мы, наверное, поставим здесь чуть побольше стульев, я думаю, да. А Ракха у нас пока что бездействует. Давайте попросим его сделать еще парочку шелтеров, чтобы разместить здесь хранилище для пищи. И еще что-нибудь. Пускай Ракха у нас строит укрытие из палок. Когда персонажи занимаются тем, что их интересует, в случае с Ракхой, это строительство и крафт, у них повышается настроение, и это очень и очень хорошо. Давайте ускорим игру и посмотрим на результат. Итак, уже 23 часа первого дня, совсем скоро наши поселенцы лягут спать. И по результатам у нас есть 4 спальных места под 4 персонажей. У нас есть костер, на котором мы можем готовить пищу, и стол, за которым мы будем ее принимать. Пока что пища и медикаменты у нас разбросаны вот здесь, поэтому с утра следующего дня мы построим парочку стеллажей и распределим фильтры на них. С утра нас встречает первый повод для празднования. И здесь Рак радуется, что персонажи не спят в грязи и предлагает в 19.00 всем собраться вокруг костра. Естественно, мы соглашаемся. Так, и нам нужно разместить стеллажи для того, чтобы хранить определенного рода ресурсы, в частности, сырую пищу. Давайте настроим фильтры. Сначала все отменим. Стеллаж довольно большой. Здесь поместится сырая еда, приготовленные блюда, медикаменты, чтобы они лежали поблизости, когда персонажи, если ранят, они будут лежать на своих спальных местах. И здоровые персонажи будут откуда-то, в нашем случае отсюда, брать медикаменты, нести их к койке и бинтовать товарища. Поэтому здесь щелкаем на медикаменты. И пускай они это все дело строят. Далее нам нужно позаботиться о том, чтобы нам было где хранить обмонирование, какие-то вещи и оружие. Поэтому поставим здесь шкаф. И в качестве производства нам нужен верстак. Мы разместим его условно вот так. Далее. Пока наши ребята все это дело строят, нам необходимо изучить вот это вот растение. Почему? Это растение, это источник ткани. Ткань нам понадобится на вещи, на теплые, на свитера, футболки, на штаны, на ботинки, на шапки и так далее. Поэтому нам нужно изучить растение, чтобы впоследствии, после изучения, собирать с него что-то. В данном случае хлопок. Сейчас на второй день у нас есть полки для хранения сырой приготовленной пищи, медикаментов, верстак, чтобы это все делать. У нас есть некоторое количество ресурсов. И впоследствии появится хлопок. Но чем раньше мы высадим свои первые растения, тем раньше мы соберем с них урожай. Это нам очень сильно пригодилось бы. Поэтому мы ищем тыкву и выбираем пункт наблюдать. И пускай Эмилин изучит эти тыквенные растения. Дальше, пока Кен это все у нас разбирает, это все, конечно, замечательно. Но Кен мог бы переместить все лежащие здесь ресурсы, пока Эмилин этим не занимается под крышу, чтобы они не портились. Большую часть провизии мы уже перетаскали. Значит, костер у нас сейчас выступает в роли печки, в которой мы можем готовить пищу. И здесь нам доступны быстрые рецепты. В быстрых рецептах мы выбираем приготовленный аварийный паек. Пока что это единственное, что у нас есть. И мы можем здесь выбрать либо единоразовое приготовление, там, условно говоря, 10 штук, либо чтобы всегда поддерживалось какое-то количество 5 штук. Или делать всегда. Всегда это когда на складе появятся вот сырые пайки. Эмилин придет и будет их готовить до тех пор, пока они на складе просто не закончатся. Но зачем нам это делать? Потому что когда мы их приготовим, срок годности у них ограничится, требуемые условия к хранению у них только повысятся, поэтому пускай они лежат сырыми. Так, пока Котина и Эмилин изучают растения, чтобы впоследствии собрать урожай, давайте построим два научных стола. У нас как раз два бездействующих персонажа, Ракха и Кен. И назначим им стройку. Кен будет приносить туда ресурсы, Ракха это все построит. И самое время выбрать наши первые исследования. Вкладка управления, исследования. Здесь у нас перечислены все исследования, которые мы можем изучить, но у нас есть задача переселиться в более-менее комфортный дом, поэтому первым делом мы изучаем основы строительства. Вместе с этим мы изучаем и громоотводы, чтобы во время грозы наши постройки не получали урон, и весь урон приходился именно на громоотводы. Далее нам нужна обработка металла, изготовление оружия и партняжное дело, чтобы обеспечить выживших, оставшихся кое-каким оружием и теплыми вещами на грядущую зиму. Выбираем Кена, отправляем его на исследование, выбираем Раку, отправляем его на исследование. Итак, время 20 часов. Поскольку мы вручную выставляли задачи Кену, Раке, Эмилин и Катин, они не отвлекаются на посиделки у костра, которые были назначены на 19, тем временем Катина исследовала тканецвет, теперь мы можем щелкнуть на эту табличку, прочитать, что это растение нам дает, и чтобы быстро освободить всех поселенцев от задач, которые мы им назначили, мы щелкаем на них, нажимаем призвать, отозвать, и теперь они все пойдут на посиделки у костра. Начался третий день, Эмилин у нас занимается своим профильным занятием, она готовит, Катина проснулась, кушает, Кен исследует, потому что пока что у него отменена задача разбирать посадочную камсулу, а Рак у нас принялся за исследование. Такому персонажу, как Рак, периодически нужно давать что-то исследовать, чтобы он прокачивал свой интеллект, так как впоследствии нам нужно будет исследовать крафт пистолетов и импульсных винтовок, и для этого нужно будет, чтобы у какого-то из наших персонажей, в нашем случае Рака, было прокачено ремесло и интеллект. Ремесло прокачается само собой, потому что он будет крафтить вообще абсолютно все, а интеллект прокачивается, ну, посредством исследования чего-либо, поэтому даем Раке исследовать эти теклообразные растения. После того, как Рак их исследовал, смотрим, новое открытие, сливочная дыня, хорошо, забавный перевод, не видел до этого, что именно так это перевели, и назначаем Раке, чтобы он сразу часть из этих дынь собрал. Катина уже почти собрала нашу первую ткань, у нас исследованы основы строительства, в принципе, мы уже подходим к концу гайда, так как теперь мы можем частью персонажей копить ресурсы на наш первый дом, но нам нужно еще парочку моментов, которые вам стоит знать, а именно крафт бинтов изготовить, ведь здесь мы видим вкладку бинты. Есть такой ресурс, ласкут ткани, он добывается из капсул и обломков вот этих кораблей, из этих ласкутов можно делать обычную ткань, можно делать напрямую бинты из ткани, но здесь есть некоторые фильтры, обратите на них особое внимание, потому как, когда вы найдете такой ресурс, как кожа или синтетическая ткань, выглядит точно так же, как обычная, только синего цвета, вам нужно убрать все и оставить только обычную ткань, и сделать так, чтобы количество бинтов, ну условно говоря, 10 штук, чтобы Ракха всегда поддерживал количество бинтов в количестве 10 единиц. Синтетическую ткань, которая выглядит как обычная, только синяя, нужно оставлять на потом, так как из нее делается топовая броня, и впоследствии вы ее сможете скрафтить, допустим, из топлива, но до этого еще нужно дойти, поэтому пока что синтетическую ткань держите на полках и никуда не девайте. Верстак у нас находится рядом с полкой, где мы храним в том числе медикаменты, однако будет гораздо быстрее, если Ракха будет брать материалы для бинтов или одежды не отсюда, а с улицы, поблизости, вот допустим, с этого стеллажа. Для этого нам нужно выбрать стеллаж, конкретно вот этот, просто нужно два раза щелкнуть, выбрать ограничения, убрать здесь все и держать здесь только кожу. А здесь, как и здесь, вот здесь, мы эту кожу убираем, то есть оставляем ткани, все остальные ткань, убираем, копируем эти ограничения и вставляем на этот склад. Все. Отлично. Теперь Ракха будет изготавливать бинты из ткани, которые он принесет на стеллажу. Шикарно. Ракха изготовил бинты, несет их сюда, с соседней полки берет ткань и идет к верстаку, чтобы все это сделать. Таким образом, время крафта сокращается, и это очень полезно, вам стоит обращать на это внимание. Ну и в принципе, на момент окончания третьего дня у ваших персонажей есть крыши над головой, им есть что покушать, когда закончатся вот эти тыквы, можно собрать остальные. И изучены уже громоотводы, можно копить ресурсы на свое первое жилище. И если хотите, чтобы я показал, каким его стоит сделать на первое время или впоследствии, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях. Ну и наверное стоит закончить. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо.